Сейчас тяжелейшая ситуация в Северодонецке, да и не только в Северодонецке на самом деле, потому что я думаю, что можно уже в принципе с уверенностью сказать, что российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать такое широкомасштабное наступление. Они саккумулировали огромное количество техники, ну то есть реально десятки, я имею ввиду не 10-20, а десятки единиц тяжелой техники принимают участие в наступлении. В Северодонецке бои идут уже в промзоне, по всей линии вдоль трассы Лисичанск-Бахмут, вот все населенные пункты сейчас обстреливаются, и там идет наступление российской армии, и сегодня практически целый день обстреливается город Лисичанск. Можно ли говорить о том, сколько процентов, какую часть города контролируют украинские военные, если говорить о Северодонецке? Большую часть города контролируют. Сейчас украинские военные контролируют только промзону, контролируют именно территорию завода «Азот». В соцсетях появлялась информация о том, что российские войска уже выдвигали ультиматум для украинских военных. Правда ли это? Нет, это ерунда полнейшая, потому что, ну, смотрите, на самом деле всякие там пропагандисты российские уже давно говорят о том, что Северодонецк под полным их контролем, причем это уже несколько недель продолжается, но тем не менее у них там погибают солдаты. Плюс уже давно они говорят о том, что Северодонецк в окружении – это тоже ложь. И все ультиматумы, которые они выставляли, но они могут напечатать что-то в своей какой-то газетенке. Но это не значит, что это какие-то ультиматумы. Более того, наши бойцы не находятся в окружении на сегодняшний день, продолжают вести активные оборонные действия и наносят урон врагу. Вот появлялась сегодня информация о том, что коллеги из Суспильного сегодня попали под обстрел. Я сейчас говорю про Лисичанск. К счастью, никто не пострадал, никого не ранило, военные их эвакуировали. По поводу самого города, какая там ситуация и с коллегами, конечно же, и с гражданским населением, ну и с военной составляющей? Город сейчас, вот именно сегодня, смотрите, на самом деле можно говорить так, Город давно находится под обстрелами, в основном обстреливается большими калибрами, тяжелым. Ну, то есть это 152-й калибр, это пионы, это тюльпаны, 230-й, 240-й, авиаудары наносятся по Лисичанску. То есть разрешение очень-очень тяжелое. Но именно сегодня город подвергся впервые, наверное, вот массированному обстрелу тяжелому на протяжении не там получаса или часа, а в течение нескольких часов. Практически целый день город обстреливают с перерывами где-то на 15 минут. Мы пока еще не можем говорить о том, сколько людей ранены или погибли, потому что у нас нет возможности это проверить именно вот из-за плотности ведения огня российской армии. Издание «Бабель» получило любопытные документы из одной из больниц на оккупированной Луганщине, из Первомайской больницы. Видели ли вы эти списки или надо рассказать? Получили они списки о том, что... Да, у нас есть это. В эту больницу доставили за последний месяц более 800 раненых военных российской армии, и 124 из них после ранения не выжили. Что это за больница такая, которая смогла принять 8 сотен раненых? Я могу сказать вам, что каждая больница в Луганской области, которая сейчас является оккупированной, каждая больница принимает сотни, ну и можно сказать тысячи людей. Это бойцы российской армии, которые ранены или погибшие в Луганской больнице областной. Там уже даже морги переполнены, и уже трупы складывают на территории больницы. Это все солдаты российской армии, неважно кто, ни кадыровцы, или ЛНРовцы, или россияне. Это все, кто погиб или ранен в связи с активными действиями боевыми, вот с этими вот попытками наступления на позиции украинских военных.